Любить и молодеть Мант сформулировал программу на следующее столетие. Московский музыкальный театр Импс Станиславского ИВЛ и Немировича Данченко, Мант, отметил столетие быстро, деловито и концентрированно. Действо, созданное руководителями творческих коллективов Александром Тителем, опера Лораном Иллером Балет, Феликсом Коробовым, Оркестр и Владимиром Арефьевым, художественный цех, уложилось в полтора часа. Все это время за артистами пристальным оком наблюдали основоположники Станиславский и Немирович Данченко. Создатели Манта, или как нежно называют его поклонники, Стасика, периодически появлялись на экране архивная съемка, и на сцене статисты в портретных масках. Они были людьми с огромным чувством юмора, и они бы нас поняли, заверил известие Александр Титель. Это ирония по отношению к лжепофосу и лжевозвеличиванию. Не надо делать богов, надо любить, уважать, помнить. Опера в космосе. Молодые авторы обратились к будущему мини-спектакли, созданных участниками лаборатории Манта Кооперации, обозначили направление творческих поисков, триада, озвученная худруком, легла в основу юбилейного концерта. Оперные вспомнили как давнее, так и недавнее свое наследие. В хоровой пролог к трем апельсинам внесли упоминания о ста великих годах и промышленный драйв. Пространство бороздили разнообразные транспортные средства, с потолка летели неопознанные конструкции. Сцены из других произведений были поданы без постановочных излишеств. Елена Максимова, Каватина Изабелла из Итальянки в России, восхитила изящным платьем, Наждемидин Мавлянов, Калав из Турандот, Красотой Тембра, Николай Ерохин, Герман из Пиковой Дамы, Темпераментом, Хибла Герзмава, заглавная героиня из Анны Болейн, царственностью, квартет в составе Марии Макеевой, Натальи Петражица-Кой, Дмитрия Зуева и Сергея Николаева, фрагмент из Дон Жуана, умением слушать друг друга. Традиционно хороши оказались хоровые сцены, увенчанные хором Стрельцов из Хованщины, солист Дмитрий Ульянов, и, как всегда, в постановках Станислав Циев был грамотно решен финал. Вечер завершила совместная композиция певцов и танцовщиков на музыку вальса Дмитрия Шостаковича и общие фото на фоне основоположников. Балет вплоть до этого торжественного момента также трудился не покладая ног, причем худрук труппы Лоран Эйлер постарался задействовать как можно больше своих подопечных. Открылась танцевальная часть многочисленным ансамблем из балета Тюль Александра Экмана, в кульминации мощно прозвучал фрагмент из одинокого Джорджа Марка Гекки, а под занавес худрук вспомнил о своем парижском происхождении, дав фрагмент из сюиты в белом Серже Лефаря. К радости почтенных балетоманов не были забыты и московские корни. Память хореографов Владимира Бурмейстера и Дмитрия Брянцева почтили соответственно фрагментами из балетов вариации, солисты Наталья Самова и Иван Михалев, и девять танго и бах с участием Оксаны Кардыш и Дениса Дмитриева. Фото известия. Андрей Рштрем, Владимир Урин среди зрителей самым пристрастным был, пожалуй, экс-директор Манта, ныне гендиректор Большого театра Владимир Урин. На вопрос известий, не обидно ли, что славный юбилей случился уже не при нем, гендиректор ностальгически заметил, что и в его время было много хорошего, а далее с полной искренностью похвалил время новое. Это был праздник. Я сидел и получал удовольствие, признался Владимир Урин. Во-первых, какое количество-количество талантливых людей на сцене. Во-вторых, с каким достоинством, культурой, самоиронией, профессионализмом, уважением к своему театру и его истории они все это делали. Действующему гендиректору Манта Антону Геттману известия предложили спрогнозировать развитие театра на следующие сто лет. Будем молодеть, ответил гендиректор. Чем больше нам лет, тем смелее мы должны быть с точки зрения репертуара и творческой политики. По словам Антона Геттмана, это самый короткий путь к публике. Справедливость слов руководителя можно оценить уже 24 декабря. Спектаклем, с которого Мант начнет отсчет своего второго века, станет любовь к трем апельсинам.